14 казахстанских служителей правосудия начали изучать английскую судебную практику в Великобритании. Состоялся официальный запуск академического обучения наших судей в Школе права Лондонского университета. Из Туманного Альбиона передает наш собственный корреспондент Галымжан Хараманула. Программа разработана в рамках специальной квоты с целью подготовки казахстанских специалистов в лучших учебных центрах мира. Она рассчитана на полгода и предусматривает прохождение академического и практического компонентов, 10 недель теории и 5 недель практики в судах, ведущих юридических и адвокатских конторах Великобритании. В вводной части академического курса мы успешно освоили юридическую терминологию, базовые принципы и подходы, применяемые при отправлении правосудия в Англию и Уэльсии. В настоящее время приступили к более детальному изучению аспектов прецедентного права, что вызывает большой интерес у практикующих юристов континентальной системы, имеющими дело с кодифицированным законом. Изучение английской судебной практики – неоттемлемая часть реализации плана по созданию Международного финансового центра Астана. Как известно, работа центра будет основана на принципах английского права. Знания и практические навыки, полученные нашими судьями в Великобритании, должны помочь им справедливо разрешать экономические споры. А это тоже важный компонент работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику нашей страны. Право Англии и Уэльса наиболее часто используются при коммерческих сделках во всем мире. Если судьи изучат и будут применять его в своей работе, я думаю, это поможет сделать Казахстан еще более инвестиционно привлекательным. У вас самая развитая в Центральной Азии экономика, а данный шаг сделает ее еще лучше. Посол Казахстана в Великобритании Ирлан Идрисов, выступая перед собравшимися, отметил, что обучение английскому праву и практике судопроизводства является одной из важнейших задач реформирования судебной системы Казахстана, повышение ее эффективности и транспарентности в условиях экономической и политической модернизации страны. Юридическое общество Англии и Уэльса, в свою очередь, выразило готовность развивать отношения с Казахстаном не только по подготовке кадров, но и способствовать развитию эффективной правовой системы. Халмжан Хараманло, Великобритания, специально для Хабар-24.